Ты уже сказал, ты неправильно в заблуждении находишься, ты уже уклоняешься Здесь критерий не такой, что как верующие, верующие их миллионы, верующие буддисты, верующие ислам тоже верующие И там у них чудеса, и там такие явления, что нам мало не покажется И не то, что он духом чувствует или на сердце у него, а Слово Божие Именно старец, если говорить, то надо сверять со священным писанием, что он говорит Вот твоя человеческая мудрость, ты столько что прочитал, ты от своего мудрования говоришь А написано, что сверять со священным писанием, это в моем мудровании, интересно ты А почему не написано, что надо сверять со священным писанием, а не... А здесь написано, открывать, открывать духом Ну здесь понятно, написал это А что именно? Смотреть? Кто сказал? Когда сказал? Кому сказал? С какой целью? Ты почему эти вопросы не ставишь? Сразу выхватил это и все Ну давай еще раз прочитай Я понимаю, что ты сразу выхватываешь стих Да, духом А что именно? Что именно он сказал? Кому? Давай еще раз прочитай А ты про старцев выхватил Отсюда место выхватил И на старцев сразу Но, извини, было 400 пророков в Ветхом Завете И один только А это были все пророки, не божьи А как их определить? А как их определить? Они... Божьи, божьи Там же описано, вот именно Что там написано Так и старцев определяй И один говорил именно духом Божиим Вот какой момент Их сейчас много старцев, очень много И вот это мытарство там Александра и прочее В интернете столько информации, что может завести человека Это далеко от слова Божия Это очень опасный путь А у меня сердце принимает Ну, извини У сектантов тоже сердце принимает И что из этого? Ну, какое место ты хотел провести? Верующие это увидят, понимаешь? Господь ему духом открывает Где старец, а где лжея старец Ну, какой критерий это? Как это? Но если я говорю элементарной игре Я начал говорить об этом То есть К старцам Вот какие старцы есть и видео То есть люди приходят Вот Смотришь Он такой Он ничего не имеет Понимаешь? Он ничего не имеет У него есть дары Люди То есть он утешает людей этим Ну, вот смотри Вот я тебе сейчас приведу С писания Что написано на толковании В третьем томе Ну, пока ты ищешь Я Чтоб не забыл Вот скажу Вот Путешествовал Я из истории это вспоминаю Священник православный Ну, там целая миссия была В Индии Чудотворец Жил В каком веке Не так важно Это 19 век описывает Он Нищелюбец был К нему приходили люди Он утешал людей Так же Более того Он сидит В позе лотоса Вокруг люди собрались Бедный приходит Помоги У меня там корова Ну, к примеру говорю Может и не так Но примерно У меня там корова сдохла У меня семья большая Нечего есть Нищета Там все такое Там долги Он Изо рта у него этот Жемчуг Потом раз Кому-то там еще алмаз отрыгнул Тоже нищелюбец Вот Какое критерие Он православный Так в том-то и дело Что не православный Так что ты Ты меня на люди православный Приведешь Мы же православные люди Понимаешь Мы православные люди Мы говорим о священном писании Мы говорим о православных стартах Ты уходишь буддистом Правильно О священном писании Значит Тот критерий Что Ты Предлагаешь Что вот он Нищелюбец Любит людей Там Это Не подходит У других Это тоже есть И очень много Более того Есть чудеса Вот нам говорят Что мироточение Икон Ну то есть Старцы Вообще То есть Ну например Там опираться Где-то Или Обращаться к этим Старцам Не стоит нам Это не по священному писанию Сейчас Ты вопрос Ты первый вопрос Не так поставил Стоит Не стоит Другой вопрос Да Так сначала Надо сверить Согласуются ли Его слова Со Словом Божиим Это зерно Как говорит пророк Или Микина Пророка Если не ошибаюсь Это Исаи По-моему Да Сказано Можно Ветхом Иеремия 23 28 29 Прошу прощения Еще один момент Вот к старцам Я тоже кое-что Читал И смотрел В интернете Приходит Такому старцу О крещении Там вопрос был задан Он И мочение Принимает За крещение Стоп Как может Ставить Если он Духонос А его считает Духоносным К нему идут люди Мочение А что Соборы Это принимали Не старцы Это было Вот на первом Соборе было 318 епископов А их по векам Если взять 7 соборов Умножь Но там Было правда Меньше на некоторых Не 318 То есть Более Значит Более полторы Тысячи епископов И он сразу Раз Это Это тоже Крещение Спрашивали Некоторых Старцев Про Игнатия Лавкина Все У него критерии Другие Понимаешь Это очень Очень важный Момент В современном мире На Слово Божие Мало кто Опирается У православных Именно Я уже не говорю Других конфессий Ну это Даже Не конфессия А вероисповедания То есть Мы должны Определять Где Мекина Где зерно Где сказал Бог А где сказал Бог Точно Определенно Те 77 книг Которые нам Православной Церкви Предлагает Святая Православная Соборная Церковь Это точно Определенно Сказано А вот Какой-то Старец Говорит Если он По Слову Божию Я принимаю Но для этого Мне надо знать Слово Божие Но не то Что мне Сердце подсказывает Он может быть Добрым Он может и тебе Там Ну Головку погладить Да я не против Он может быть И Благочестивой Жизни Но что он Говорит Что говорить То Вот что Важно Ну Смотрите Здесь Толкование На Откровение 13 13 глава 16-17 стихи Именно От начертания Вот Как именно Положено Будет Начертание Об этом Нет никаких Вказаний В Писании Нет никаких Вказаний В Писании Понимаешь А как так Вот так Это Откроет Само Время Когда Все Это Совершится Вот Верь Что Сейчас Это Время Мы Читаем Откровение Что Дано Будет Начертание Без Которого Нельзя Будет Ни Купить Ни Продать Время Это Показывает Нам Сейчас Мы Увидим Что Начинается С карточек Сейчас Нет У тебя Карточек Счетов Банки У предпринимателя Или Вообще Сейчас Пенсионеру Перевели Найти Карточки Если У нее Нет Карточки То Она Уже Не Может Пойти Пенсию Получить Такие Моменты Чипирование Началось У нас То Ты придешь В магазин Ты уже Без чипа Не сможешь Купить В Москве Уже Сейчас Появились Филиалы Банков Где Не Принимают Вообще Наличку То Мы Там Пользуемся Только Карточками Если У тебя Нет Карточки Ты В банк Заходишь Ты Ничего Не Сможешь Сделать Никакой Оператор Так же Потом И с чипом Ты Если У тебя Чип Тогда Ты Сможешь То Вот Знамени Но Многие Сейчас Говорят Что Это Ничего Страшного И Священники Говорят То Есть Это Лже Священники И Лже Старцы Так Говорят А Те Старцы Которые Говорят Что Не Принимайте ИНН Не Принимайте Карточки Не Принимайте Вот Эти Документы То Это От Бога Старцы Понимаешь Это Последнее Время И И Много Они То Это Не Один Старец Где Там А Где В Библии Написано Вот Написано Что В Библии Об Этому Точного Указания Нет Толкования Вот Толкования Божевного Филарха Ты только Часть Малую Прочитал Извини Что Прерываю Но Дальше Там Тебе Не Пояснения Еще Другие Есть Ну Какие Еще Типа Иснение Написано В Библии Нет Указания Некая Узость Там Более Шире Надо Смотреть Ну Скажи Ты 25 лет Извез Возле Геннадия Тихон Покажи Мне Шире Пожалуйста Потому что Я не знаю Я только Начал Читать Я Прочитал Ну Ты Где Да Я Прочитаю 13 Главу Всю Полностью Прочитай Откровение И толкование Сборку Геннадия Фастера Но Сейчас Минутку Ты Что-то От старчества К начертанию Перешел Надо Закончить Со Старчеством По Слову Божию То это уже Старится Согласен Вот Еще не только Согласен И не только Это Не только Это важно Понимаешь А их Говорящих По интернету Их Просто Море Таких Ну вот По Слову Божию Я тебе прочитал Стих Смотри Подожди Насчет старцев Вот как раз Вот здесь Не указано Да Здесь не указано Что Какая будет печать А старцы Об этом знают Как ты это Объяснишь Не указано Там-то Дальше Еще Говорится Кое-что Ну что именно Давай 13 главу Полностью читай Откровение Ну что именно А ты хотя бы Смысл дай мне Или будем сейчас Читать Прочитай И тогда Я читал Вот замечательно Что не указано Да Ну ты Ездил вчера С братом Игорем Ты мог Купить Да у меня Еще наличные деньги То есть Я не пользуюсь Никакими карточками Ничем Ну наличные Да Ну ты мог купить Купил Ну и что Так написано Что не покупать Не продавать И Ну еще Еще мог я купить Почему на правую руку Начертание Ответь По толкованию Отцу церкви Почему Именно на правую Можно было на левую На правую Но есть одно толкование Что правой рукой Мы делаем добрые дела Во-первых То есть это правые дела Во-вторых Мы правой рукой Делаем крестные знамения Вот Но это не только что Не только что Человек Не сможет делать Крестные знамения А он еще Это делает Небрежно Здесь еще Есть один такой момент Понимаешь Когда человек делает Небрежно Крестные знамения Он радует бесов Это святитель Иоанн Затаус Вот А еще я тебе скажу В старом В алтарозаконе Что пишет От правой руки и челе Расскажи мне От правой руки и челе Ну я сейчас так Не помню сразу Но Ты не помнишь Я тебе напомню Приблизительно так Что Слово Божие И Слово Божие Там У них повязки были Если не ошибаюсь О да От правой руки И до челе И из Писания Там слова были Слово Закона Вот это ты имеешь ввиду Слушай Израиль Господь Бог Наш Господь един есть И люби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим И всей душой твоей И всеми силами твоими И да будет Слова сии Которые я заповедаю тебе Сегодня В сердце твоем И в душе твоей И внушай их Детям твоим И говори о них Сидя в доме твоем И идя дорогою И ложась И вставая И навяжи их В знак На руку твою И да будут они Повязкою Над глазами твоими Вот Понимаешь Откуда это берется Заповеди Были повязкой Над глазами И на правой руке Ну а как это со старцами Ты связываешь Вот опять вернемся К тому Что ты начал говорить Роман Ну ты мне задал вопрос О правой руке Я тебе отвечаю О правой руке И чело Я это ответил Ну ты более А насчет старца Вот у нас есть Вторая глава Деяния апостола 17-18 стих Где говорится И будет в последние дни Говорит Господь Из льет духа моего На всякую плоть И будут пророчествовать Сыны ваши И дочери ваши И юноши ваши Будут видеть видения И старцы ваши С наведениями Вразумляемы будут Так Понимаешь Старцы ваши Так Это говорит о том О ком говорит Чич старцы ваши Да, яминь Так в Слове Божьем Ваши Объясни мне Ваши Это как понять Старцы ваши Так Что так Ну и что Вот я смотрю В интернете Старца Так Он говорит Мне приснился сон И я это сердцем Чувствую Что это от Бога Ну ты можешь мне Объяснить Значение слова Старцы ваши Ну понятно Это вообще Относится к пророчеству Кстати Пришествию первому И ко второму Относится Ну с тобой Три дня Об этом Кто сказал Это слово Ко второму Тоже относится Кто это сказал Господь сказал Где это написано Ну написано И будет Последние дни Говорит Господь К кому это обращался Кто говорил это Вот эти слова Именно Апостол Петр Петр Да Он приводит это Из Ветхого Завета Если Не ошибаюсь Я Илья Наверное Пророка Старцы ваши Это обращение К евреям Он же к евреям Тогда обращался Правильно Правым Православным Наши старцы Православные Православные Не было Я говорю В том контексте Про образ Опять же В том контексте Когда это было сказано Тогда было про образ А сейчас Мы православие У нас правая вера У нас есть свои старцы Это не буддисты Которых ты приводишь Которые там жемчуг раздают А наши Я говорю По критерию Которые ты сказал Они тоже добрые И тоже помогают Другим Ты же так говоришь Вот он пришел Ну так правильно Мы говорили о наших Старцах православных Я же Не обобщал Так вот Если В интернете Ролик Что ему сон приснился И он рассказывает Его Просто сон какой-то И говорит Мне сказал Господь Я ему должен верить Что ему Господь сказал И таких много Очень моментов Очень много Там кто-то на коленях Шел какую-то дистанцию Ну отлично Ну просто Ну атлет Ну пусть бы В соревнованиях участвовал Ну я ему что должен верить Ну я понял У вас просто Игнатий Тихонович научил Чтобы никаким старцам Никому не верить Только Слово Причем тут Игнать Тихонович Ну потому что Это его почерк А теперь слухай Это его почерк Слово Божье Аторитет Библии Ну теперь смотри Если провести Небольшую хронологию Вот У нас Библия была переведена Там 1800 Я точно не помню В 86 По-моему В 76 Напомни В 76 В 76 Да До этого Проповеди не было Как будто Библии не было Но еще есть один критерий Когда Вот Читать Библию Проповедовать Библию Еще Библии не было Ты обманываешь Это неправда На русском языке Я имею ввиду Перевода не было На русском Вот уточни Вот Еще Связано с этим Что Когда появился перевод Библия распространилась Слово Божье распространилось И Одновременно Почти То есть И распространились Еретики То есть Они начали Увеличиваться То есть Библия Это имеет Еще опасность Если она попадает Немки в руки То есть Сатана Этим Очень прекрасно Пользуется И мы В Священном Писании Находим места Где он Тоже Приводит То есть В Библии Слова Там И все И В 1913 году Сект уже было 130 В 1930 Уже 300 сект А сейчас Уже Приводят Цифру 21 тысяча Сект Вот как Сатана Делает То есть Слово Божье Читать И кому Читать То есть Это еще Должны Быть Толкователи Вот у нас Есть Игнатий Тихонович Конечно Это хорошо Если Есть Священник Который Слово Божье Распространяет И проповедует А если И у него нет Никакого Руководителя 100% Он уходит В секту Ну 99 Там есть У него Шанс Потому что Он видит По Библии По права Славные Не так Живут И все И он уходит В секту Хотя Он мог бы быть Не знать Например Слово Божье Но Как нам Рассказывают Старобрядцы Они знали Посты Только Соблюдали Посты У них Была Святая Троица Они Молились Много Еще Не знали У меня Дед Такой Заканчивается Христос Воскрес И все Он с этим прожил Всю жизнь Я уверен Что он пошел К Господу Так Вот Все ты да Сказал Поправка Такая Ты говоришь Игнать Тихонич Толкователь Он не толкователь Не толкователь Не толкователь Он Это Не соответствует Ты видишь В трехтомнике Комментарии Его написаны Это С переносом На что На наше Время Чтобы Слово Божье Было живо И действенно Да Можно даже Открыть Вот я открыл Сейчас Это второй том Толкования Блаженного Фефилакта Послание Деяния Святых Апостолов 20 глава Вот комментарий И Это не толкователь Это вот Уже не правда Это было сказано Переносом Наше время А толкователи Уже были И они есть А в православии Они просто Напросто Что Забыты Поэтому Он Господь дал Ему Эту харизму Он Это просто Старое Что Было Как говорит Есть путь Древний Идите по нему Он ничего Нового Не вносит Теперь один момент Ты согласен Я согласен Я согласен частично Ты не толкователь Он Теперь Да Он не толкователь Смотри Видео мы смотрели Я даже скидывал Сергей Пупков Наш брат Еще задал вопрос Кто смотрел Там Нетарство Александра Игнатий Тихонович Сразу Это бесноват И там Но он даже Не сверил В Библии Написано Что Сыны Ваши Дочери Ваши Будут пророчества Последние дни То есть То есть Это уже толкование Игнатий Тихоновича Что этот бесноват Как он определил Там Этот бесноват Тот бесноват Интернет переполнен То есть Господь предупреждает Через старцев Через сынов Через дочерей Через юношей Даже и сновидения были И видения были Все это было Все Есть в интернете В прямом доступе И об этом Говорит Священное Писание То есть Священное Писание Подтверждает Вот эти видео Только Уже как Верующий человек Один увидит Как увидит И как это восприняется Это уже совсем Зависит от веры человек Один узнает Вот я знаю это И я верю им И они говорят Абсолютно правильно Это посланники Божьи И они предупреждают Народ Что вот Вас ждут Вот кто говорит Там Александра Онотарсков Вас ждут Чашки испытания Там Вы каетесь Там Он же и говорит О том Что крещение Ладошкой по лбу Мокрое То есть Это от сатаны То есть Он извратил крещение Он должно быть А до него Неизвестно было Все у нас известно Это Но он же Подтверждает Он не говорил Что Ты бы не верил В это Или что Ну при чем здесь Ну так при чем Он тоже об этом Я говорю То есть Тоже об этом и говорит У нас Он и говорит Об отроке Вячеславе Что это Ангел от Бога Понимаешь Но вам это не нравится И вот под себя Подгоняйте Это ваше дело Но мы знаем В Священном Писании Что сказано О старцах О сновидениях И мы должны Смотреть тоже Не отсекать все То есть Это однобокость Если ты А откуда Он и знает Ты узнай Помолись Проверь Молиться Слова Его Сверять Словом Божиим Согласны ли Со Словом Божиим У нас вот соседи Баба Серафима Она тебе столько Может снов рассказать Что Ты вообще можешь Верующий быть По этим сновидениям Если человек верующий То ему только Идет это дополнение Как будто В назидании верующим Понимаешь Что их укрепление бывает Хорошо А если у человека нет веры Конечно ему никто Ничего И толкование Когда сон от Бога Хорошо Но говорят Что крест должен быть Говорят Ну Крест должен быть Просто говорят Это так и есть Это говорят Святые отцы Духоносные Я могу верить Златоусту Что он говорил От Бога Или нет Конечно Василию Великому Святой отец Вот его труды Наполнили А святой Кто это Принял Что святой Правильно Это да Это Говорят По истории Церкви приняли А теперь Я вот открываю Его Пока Я ничего не знаю Просто пришел Открыл его Так Ну уже начал Читать Писание Скажем Такой Случай Пока не знаю Что церковь Принял или нет Открываю Читаю Так Как у меня Что на сердце Легло Все Это точно Я ему верю Ну ты взрослый человек Объясни Как плакал Ну и все Теперь Это истина Да плачут Разные люди Плачут Еще такое Есть выражение Крокодили слезы Знаешь Откуда Крокодили слезы Значит у каждого Разная вера Громатенки маловато Брат Никита Можешь сказать Подожди А то он У нас не участвует В дискуссии Да я по-другому Крокодили слезы Громатенки маловато То есть когда он Ты в академию У нас закончил Есть И у него слезы бегут Ну И вот так говорят Крокодили То есть он Не жалеет Ты Тихонов не говорил Соткни раз Ты возле него прожил 25 лет У тебя побольше грамот Согласен Поэтому Поэтому я советую с вами Подожди Ты его не затрагивай Вот Я златоустом Начинаю читать И смотрю По слову Божьему Согустуется Сноски сделает Или нет В Библии обращается Вот он критерий Василий Великий Взять Шестоднев Взять другие произведения Афанасий Великий И так вплоть до наших дней Игнатий Брянчанинов Говорит там Он раз что-то приводит Феофан Затворник Все Вот как принял А у меня может быть На сердце не то совсем Почему? Вот что-то не так У меня самочувствия нет Понимаешь? Вот это на сердце Это чувственность Как раз наше сердце Оно обманчиво Мы-то какие христиане Мы Смотри брат Написано Одним духом дано Одному Слово Дар слова Другому Дар пророчества Третью Дар Прозорливости Четвертому Дар исцеления Одним духом дано Ну если у него нет дара слова У Ивана Златоуста Есть дара слова Вот у него Слова Мы имеем А старцам дано Дар прозорливости Он все знает Там Человек Откуда ты знаешь Что он все знает Ну этим духом Дух все знает Или не все знает У тебя такой дух Ты сразу проницаешь Все Он от Бога Сразу его Раз За доли секунды И все У тебя навигатор Такой духовный Вот это Роман И есть путь заблуждения Что ты раз сразу пронимаешь Вот именно у вас Сейчас печать Уже печать антихриста ставят И уже у России в Украине А вы этого не видите Вот у вас дух заблуждения Понимаешь Мы сейчас не про печать говорим Мы про странства Так вы не видите Что она печать Даже Игнатий Тихонович говорит Да нет пока антихрист не придет Ты был в городе Понимаешь Ты покупал Написано что Не покупать Не продавать нельзя Ну где она Печать в Барнауле Где она бродит Печать антихриста Ну мы уже подошли к этому Что он Ну где скажи Ну вот в Москве Я тебе объясняю У меня там знакомые Там верующие Вячеслав Скачев Там он покупает Ну продавать не знаю Но покупает Где она печать Вот я тебе объясняю Где она печать Я тебе уже рассказал Но тебе просто не доходит У меня есть еще наличка Наличные деньги Я имею еще возможность Ими пользоваться Но Вся система Эта антихристова Переходит на безналичный расчет И в Москве уже есть банки Я тебя еще раз повторяю Есть банки Где ты с наличкой Уже не зайдешь Ты не будешь там работать Ну не зашел я с наличкой Ты не можешь покупать При помощи беззнамечки Карточки ты не можешь там покупать С карточкой Вот это есть знамение Понимаешь Вот это есть знамение Что ты без карточки Ты не можешь покупать Это знамение Так Ну я же покупаю Продаю Потому что ты принял Это знамение Покупаю Продаю Значит А это ведет еще дальше Но не покупать Не продавать И вот эта карточка Это уже печать Все Это предпечать Это экзамен Печать антихриста Уже эта карточка Нет Это предпечать Предпечать А как это понять Это шаг в печати То есть она Это как экзамен То есть ты Ну а ты говоришь Что же печать ставится Ты сам себе противоречишь Что ли Да ты сказал Печать ставится Печать ставится Да Уже чипирует То есть при чипе Когда человек получает чип Или биометрический паспорт Он уже получает печать То есть он Вот там вот такой фотоаппарат Большой Кстати Сильнейший фотоаппарат Вот такая вот дура И Если ты хочешь принять Биометрический паспорт Где бы ты ни был Если ты только позвонишь И говоришь Я инвалид Не могу там Хочу паспорт принять Тебя сразу к тебе приедут Тебя сфотографируют Все услуги тебе сделают бесплатно До этого кстати Надо было очередями Стоять за простым паспортом И там И драться иногда может И денег кучу заплатить Но если ты хочешь получить Биометрический паспорт Тебе все условия создадут Они придут тебя сфотографируют И через вот этот Огромный экран Фотоаппарата Там даже есть Вот видео Я если подыщу это Покажу вам Через него Лазарем Вот он фотографирует человека На биометрический паспорт И Лазарем Лазаре высекает На челе Штрих-код Лазарь Да Лазарь Штрих-код высекает на челе И в России уже это есть Вот там есть видео В Самаре В Самарской области Открыл Господь Бабушка заметила Как что-то луч какой-то Бабушка заметила Теперь все Это да и аминь Бабушка Ну ты Сказал все Нет В 70-х годах Был такой старец Таурион Прибалтике И он предупреждал Это уже в 70-е годы были Советское время Он предупреждал Говорит Настанет такое время Где будет Появится печать Какая она будет То есть Она будет В виде 30 палочек Вот сейчас мы видим Штрих-код Передние две Будут продленные Средние две Продленные И крайние Будут продленные Это будет означать Цифру 6 Там в шестерке Не будет написано Просто Две продленных Палочки Посмотри на любой Штрих-код Это и есть Так это еще было Когда Мы вообще ничего не знали Об электронике Этой системе В 70-х годах Вот духоносный старцы Ну Вы этому же не верите Поэтому Вы сейчас и не видите Ничего Все Мы заблудшились Я верю Что Господь Вас сохранит Но вы не видите Печать Не видим печать Да Вот один момент Значит В 14-м году Мы втроем Я Игнат Тихонич И брат Николай Курчина Значит Готовились ехать За границу Ездили в Новосибирск Там как раз Ну Паспорт Нового образца Нам Нет Получали мы в Барнауле Там Как раз Вот эти вот Биометрию делали Значит Согласно твоим словам При биометрии Ставится печать Мы уже Все Печать На нас На Игнать Тихонович И на мне Паспорт Тот который Игнать Тихонович Еще не биометрический Биометрия Это То есть Это Человеческие Вот эти Отпечатки пальцев Там Роговица Глаза И снимок Сечатки Глаза А паспорт Еще То есть Игнать Тихонович Еще получил Мне Там нет Электронной Внутри Электронной Рамки Там у него Еще нет Биометрический Паспорт Он заменяет И заграничный Паспорт И внутренний А тот Еще То есть Он Ну я не знаю Игнать Тихонович Знал об этом Паспорте Не знал Ему надо было Попасть в Британию Там Британию Так его Не пропустили Эти масоны То есть Он Паспорта Получил Но получается Им даже Не использовался В тех Целях Которые Он хотел Сделать Ну Как это Западную Европу Мы объездили Северную Вот Ну получается Так Что Кто принял Печать Антихриста Говорит Ефрем Сири Он не может Нанести Крестное Знамение Или Нанести С искажением Вот это Надо уточнять Никто не уточняет Или небрежно Будет креститься Это тоже А где ты Это берешь Небрежно Я так считаю Вот я так считаю Говорил Что именно Не сможет Нанести А ты так считаешь Потому что Иван Златов Сказал Небрежному Крестному Знамению Бесы радуются Если бесы радуются Значит это Не истинное Крестное Знамение И человека Уже печать Если он Неправильно Я правильно Как это С печатью Ты согласуешь Это уже Ты так думаешь Твои домыслы Причем с печатью Ну ты сейчас Только о печати Говорил То есть если Как попало То уже Снимай Снимай Тот кто Творит Небрежно Крестное Знамение Тоже Получит печать Он будет Креститься И получит печать Тоже Он будет Небрежно Сейчас люди Которые Небрежно Крестятся Они получат Печать Обязательно Причем Здесь я говорю Небрежное Крестное Знамение Это тоже Считается Что это Как бы Но Не знамение У меня недавно Отец и мама Перешли в вечность Вот Я много лет К ним ездил С ними Беседовал Вообще Они были Атеистами Я и сам Был атеистом Да Вот Господь По милости своей Привел меня К вере православной И они Только начинали Этот путь Так скажем Православие Ну Начинали именно Под действием Слова Божия Потому что я им читал Там проповедовал Много Уверовала сестра Крест наносили Порой Небрежно Я им говорил Об этом И что Из этого Согласно твоих слов Тех кто Крестятся Небрежно Они примут печать Вот узис Понимаешь Я тебе только Я тебе только Дополнил Ты сказал И таких людей Очень много Они научены Вот смотри Как ты уходишь Быстро Ну так уходишь Ты сказал Что не смогут Нанести крестные знамения А я дополнил Не только не смогут А кто сможет Но небрежно Будут наносить Они не будут наносить И будут радовать бесу Ты понял Сейчас таких миллионов людей Сейчас таких очень много Ты при чем здесь сейчас Я тебе дополнил К тому Что они Одни не смогут То есть они не будут крестить А не то что не смогут Они не будут креститься Или будут креститься Но искажая крест истинный Вот Роман Об этом говорит Иван Златоуст У тебя столько Своего мнения Со своим мнением Ты просто Уходишь в заблуждение Каким своим Я опираюсь На Ивана Златоуста На святых актов Я опираюсь Ставишь подпорки гнилые И Ивана Златоуста И писание неправильно Ты даже Вот Псалтирь читаешь Это не в обиду будет сказано Вот брат свидетель Ну ошибки мы Ну я сразу Я не учился У меня нет духовного образования Не учился Да Я сам учился Понимаешь Ты хоть учись Хотя бы Псалом один Прочитай без ошибок Много я читаю Псалтирь Хвалите его небеса небес И вода Которая превыше небес Я сейчас тебя выслушал Это священное слово А ты меня не выслушал Вот видишь Как тебе неприятно А ты как мне делаешь Ты постоянно так делаешь Видишь Ну какого Ну я только начинаю говорить Сейчас ты для недержания Не даешь Например Не даешь Не мысль договорить Ты Игоря обвинял Дебунова в этом А сам в это же впал Не Ну он Выпрямо обозвал Там меня Ты сейчас просто невоздержан Это не годится Ты хотя бы Псалом один Я хочу показать Что тебе неприятно Мне тоже неприятно Мы же с тобой уже сколько живем И постоянно ты меня перебиваешь Слово не даешь сказать Я сейчас тебя Вот он снимает Я сейчас тебя Я на каждом это говорю Я сейчас тебя выслушиваю А ты меня прерываешь А перед этим ты меня не слушал Прости Ты меня прости Но мы просто должны договориться Что если я хочу договорить до конца Ты только услышал первую фразу Обрубил Обрубил Я дальше хочу сказать А вот это то Да это говори Спокойно Понимаешь Спокойно И есть подтверждение В священном писании Я привожу святых отцов Вот мы тогда говорили Я тебе привел Цитату из Метарства Феодоры Ты говоришь А это мы можем не верить Это в священном писании Я тебе в священном писании Привожу стих Хвалите его небеса небес И вода которая превыше небес Это сказал Давид То есть вода которая превыше небес О чем Видишь тоже подтверждение Вот из священного писания Но если человек не слышит Он не имеет уши Чтоб слышать Господь говорил Кто имеет уши слышать Да слышит А если нет ушей Для того чтобы слышать Ну что говорить Конечно не стоит Именно так Аминь Кто имеет уже слышит Относительно псалтири Я тебе сейчас сказал Тебе это неприятно Но я Извините братья Мне знаете Тихонович говорил Ну я учусь Громотенки мало Очень мало 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 Какие ты ошибки делаешь Первое Чтицы наши ошибки делают Вот я смотрю Ты мне дай сейчас Я тебя выслушал Ты опять Это какого духа ты сейчас Ну Воды которые превыше небес Ты знаешь сколько воды сейчас Если на науку ссылаться Ты скажешь Все от сатаны Как Герман Стерлигов Там Не то что миллионы тонн А миллиарды тонн Миллиарды тонн воды Где на вода Мы ее не ощущаем Где на вода Где скажи Где на вода это Вода есть в трех видах Есть тучи Есть влага в воздухе И есть вода над куполом земным Вверху есть вода Три вида воды Три вида воды Что такое тучи? Тучи которые имеют Это дождевые тучи Которые ходят Пар Его очень много в атмосфере Пар И в писании мы читаем Что пар Орошал землю Читаем мы такие Да В старом Даже вообще там не было Некошных дождя Там Вот Даже дождя не было Это достаточно Да Доса было То есть И климат И состояние было Иное И читаем мы Серафима Роуза Который сборку толкования Что я тебе Да Прислал Надо было все Конечно это разобрать Не вырывать Как бы оттуда Из контекста Да меня интересует Буквально Только буквально Ну подожди Я тебя выслушивал Ты мне выслушай Так вот Там и говорится Что состояние То Нам непонятно Что было тогда Но мы Можем это понять Согласно Писанию И толкованию Святых Отцов Все То что происходило Не было ни одного Свидетеля И что там Ты берешь Твердь И там вода И все Было какое-то состояние Но не Твердый купол Как ты сейчас В городе беседа была По поводу твердей Ты опять возвращаешься Все Купол И опять вода Птицы Как могут по куполу лететь Объясни Да запросто Вот фотография есть Интернет Да запросто Как могут По тверде небесной На краю земли Ну Где лед И там птицы летят И видно 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 твердь даже Фотография По твердному летят Ну твердь видно Ты же объясняешь Что это купол Ты же сам уже запутался Смотри Ну это тема была Мы сейчас 5 время затянем Это уже разобрано Все Наши сегодня Старцы начались Я тебе про тучи Да У нас про старцы Это хорошая тема Беда в том Что Ты правильно Троицу Славишь Слава Христу Все мы По милости Божией Научены в этом Правильно Что церковь Святая Православная Мы ее чадо Но беда в том Что в интернете Ты Не всему Но очень многому Веришь И это Говоришь Это я сердцем чувствую Вот это ошибка Это даже не то Что ошибка Это состояние духа Это погибельное состояние Тебе уже говорил Об этом Игнат Тихонич Я просто повторяюсь Повторяюсь Не потому что я Его как бы Я его слова сверяю Священным Писанием Кирилл Иерусалимский Говорит Если слова мои Не сходятся с Библией Не верьте мне Кто говорит Иное Говорит апостол Павел Послание Голада Будет Анафема Вот какой критерий Священного Писания Это апостол Павел Говорит А он духом Божиим Движим был А не так что Я смотрю интернет О Вот это мне подходит Я О Я стих нахожу О Вот это вот так Вот все Твердь Ты каким духом движим Извини Каким ты духом движим Священным Писанием Лживым духом Он тебя Он туда Он заведет Это Уклонение от православия Уклонение И таких Уже православных Которые говорят Вот ты мне Давай вернемся туда Ну может месяца два назад Точно не помню Показываешь мне Значит Там В Иерусалиме Говорит монахиня какая-то Что там В Арфоломее Там кто-то запер Вот Я уж этих подробностей Не знаю Ты тоже не знаешь Просто ей доверять Там благодать Отошла Извини Как она измеряет Благодать Смотришь Как будто это Есть какая-то Трость измерительная Или Ведрами Или еще Прости Господи Благодать Это помощь Божия Это даже так Говорить-то Ну Нельзя так Как измеряется И вот Ты смотришь Несколько раз Этот ролик И мне Ты говоришь На сердце Она правильно Откуда ты знаешь Правильно Другой момент Мироточение икон Покажи мне На основании Священного Писания Что Это именно Слово Это чудо Может быть От Бога Когда Сатана Может такие вещи Творить Что у нас Мозги свернуть По житьям Мы это видим Очень много Является В виде Христа Благоухания Кланится Исаак Печорский Да Если я не ошибаюсь Копыта видит Он креста на себя Не нанес Благоухание Такое Ароматы Музыка Пение А сейчас НЛО Потому что НЛО Антонию Великому Мало кто знает Верят Я слышал Даже православные Верят Что НЛО Это Братья по разуму И там Папа римский Выступает Извините А где Учение Святых Отцов Вы почему Не принимаете В котором Это было Уже Явление Это было В веках Это ничего Новое Это вот Это все Было Как говорит Экклесиаст Все возвращается На круги Своя И я так Сердцем Буду это Принимать То что В интернете Информацию Извини Куда ты Зайдешь Очень тревожное Состояние У тебя Ты этого Не понимаешь Ты продолжаешь Тебе был дан Совет Очень хороший Совет Не то что повеление У нас не тоталитарная секта Роман Ты вот это на исповеди Прям вопрос Ну ролики выставим В интернете Тут тайны никакой нет Правильно я говорю Роман Ты это на исповеди Говорил Нет Что ты эту ложь принимаешь Я исповедоваться буду Что я Правду говорю Что ты ложь принимаешь Тебе совет был дан А он человек Который Движим и Духом Божиим Ты сравни Ну Нас сравни Вот вчерашний день Ну ты путешествовал Ну сколько раз за день Помолился ты Сколько раз Ну в дороге Там я не знаю Это мое Написано Закрой дверь за собой Твое я согласен Я на камеру не молюсь Понимаешь Я могу сказать Что Да я не хвалюсь этим Мне не надо На камеру молиться К сожалению два раза А что ты меня спрашиваешь Сколько я молюсь А что я тебе должен отвечать Отчитываться перед тобой А может я не пристану На целый день молиться Но это мое Я за дверь закрыл И все Никто меня не видит Я ничего Я еду с сестрой В дороге Раз помолился Там несколько Всего два раза Я к сожалению У меня обычно Три-четыре Все Игнат Тихонович По 18 раз в день И ссылается на Слово Божие Да И этим самым Я не восхваляю его А пример просто Нам Да Он там пенсионер Он может Кому я буду Тебе доверять Когда ты Сылаешься на На то Что в интернете Или я Игнат Тихонович Или тому же Стеняю Олегу Стеняю Я тебе скажу Потому что ты Беспреремно будешь говорить Вот это вот Можно Разреши Я еще не закончил Погодите Это дух Который тебя побуждает Это ненормально Ты должен руководить Собой А ты не руководишь И какой же это дух И Олег Стеняев Ссылается на Священное Писание Кому я буду верить Тому что В информации В интернете Это Мне были видения И говорит старец Со мной говорил Господь Так Дальше он говорит 5 10 минут 15 Ни одного Стиха Священного Писания Не приводит Старец Ему уже За 60 Стоп Как я могу Ему верить Почему У тебя здесь нет Нет индикатора Внутреннего Духовного Почему У тебя или Нераскаянный грех Какой-то Или грехи Нераскаянные Которые тебя В это вот Столкнули Или же что-то еще Огромное самомнение Это очень важные слова Я знал Что рано или поздно Какая-то беседа будет Мы молимся За нас молятся Что вот это вот Ну просто я Искал как подойти Ты сам вызвался Все Я считаю Что Господь так сделал Если Высокоумие Роман Мы читаем это Слово Божие Первое Коринфяна У них высокоумие Был грех У Коринфян Применить надо К себе Каждый Пусть доприменит Я к себе Он Ты к себе Высокоумничаешь Очень много Высокоумничаешь Грамотенки мало Очень мало И Духовного образования И Мирского мало То и другое У христианина Кстати Должно быть Мы так Не должны Узко Наука вся Все от сатаны Ну ты вчера машину заводил Это наука нам Изобретение предоставила Наука Мобильными пользуемся Рацией Это наука Радиоволны А мы можем так Все от сатаны Как Герман Стерлигов Он Баламут Герман Стерлигов С одной Они с одного Гнезда Вместе с Жириновским Вот так Поэтому тебе Надо Быть внимательным И не причащаться Это уже Мой совет Мой совет Но Тут только совет Мы же тебя за руку Не можем держать Ты сам Волен Как поступать Игнат Тихон Правильно говорил Обязательно На исповеди Это будет дальше Усуглубляться Кто причащается Недостойно Дальше это будет Только во вред А у тебя Утверждение Во лжи И причем Очень сильно Очень сильно Надо Исследовать Свою жизнь Ты рассказывал Об этом Но если я на камеру Скажу Не будет Это что-то Ты все говоришь Я перед Богом Просто ты говорил О том Что у тебя Первая жена Обращалась К колдунам И прочее То есть Какие-то есть Корни Я не знаю Но Просто совет Что ты Перевери свою жизнь Где-то Нераскаянный грех Перед крещением Или что-то Это все надо Рассмотреть Это слова Игнатия Тихоновича Ты же попугай Как подтвердяешь Можно я теперь буду говорить Ты будешь еще говорить Сейчас Ну давай Это мои слова Я Игнатия Тихоновича Я не слышал Я молился И тебе сейчас Это говорю Тебе сейчас говорю Это мои слова Слова его Что он тебе советовал На исповеди сказать Это его Ты в видеоролике Это посмотрел А сейчас ты попугай Повторяешь Это зачем Можно я тебе скажу Или нет Что здесь Ну столько ждать будем Ну хорошо А сколько же Ну я могу час Говорить Жди час Это дух Ты его должен Придевать Я молчу Я жду Давай Да ты не молчишь Ты уже сейчас Ты не можешь уже Тебя он дух разбирает Ну зачем Три часа снимать Видеоролик Это Наше право Мы можем Хоть сколько снимать Свободные люди Ты же сам говоришь Я не против Ну все Говори Что касается видения Ты рассказывал Там копыта он увидел Как этого святого Что ты больше знаешь Исааки Печорский Исааки Печорский То есть он Бескрестного знамения Так? Правильно Бескрестного знамения Мы когда приходим Вот у меня Я в руках держал Мироточивую икону Как я попал Это устроила Божья Матерь Собирался я ехать На Берсеневку Утром На службу Как обычно Утром я заводить машину Машина не заводится Ну все у меня нормально было На Берсеневку ехать Сто километров А в храм Который я рядом ходил Там До До крещения То есть там Пятнадцать километров Я взял вторую машину У меня там Грузовая газета была Поехал сюда ближе Думаю Что я уже Здесь хоть успею Я приезжаю Смотрю очередь Смотрю икону Божьей Матери Мироточивая В храме Много народу съездилось Потом мы крестный холод делали Мы когда к иконе подходим Кланяемся Колено преклонно Перед ней Мы творим крестное знамение Мы православные И если бы это было от сатаны То это Видение Или зараза Она бы исчезла Надо бы иметь веру Братья Понимаешь Надо иметь веру Истина Правильно Ровно креститься Обязательно Ровненький Четкий крест Надо делать А вы начинаем Вы сами себя путаете А он Он не сделал крестное знамение И он поверил Он поклонился Он послушал А надо сначала Даже какие бы видения Ночью может тебе что-то повидеться Стал перекреститься Есть у нас еще Православных молитвах Да воскресник Бог Вот это все оружие Божие Которое нам Господь дал Бороться против сатаны Вот что у нас есть И вот Так же проверяются старцы эти Надо внимательно просто смотреть И слушать Как они молятся Что они говорят И надо смотреть Не одного Например Три Если я их пересмотрел Пятьдесят То я могу сделать вывод А если ты не принимаешь Не одного Ну это твое дело Это твоя вера Я же тебе Но об этом говорит Библия Старцы ваши То есть наши старцы Правоверные И они все предупреждают И уже Господь забирает Эти старцы Вот у нас Недавно Отошел к Господу Старец Кирилл Павлов Очень известный Духовник Семинария Этой Сергея Посадской Правильно? Он сколько лет был там Игнатий Тихоныч знает Игнатий Тихоныч с ним разговаривал Вот Это что касается Мироточивых икон И таких чудес Которыми нам Нас укрепляет Господь И укрепляет Правоверных Православных Фундамент у нас есть Господь еще укрепляет Чудесами В последнее время Это прекрасно А что отвергать? У меня есть вера такая Я православный Православный Это тот Который не одним Оком смотрит А двумя глазами Понимаете? Не одним Так вот Сейчас Точно не помню Это несколько лет назад Сообщение было В Ивановской Только в области Одиннадцать тысяч Икон Замироточило Одиннадцать тысяч И так же люди Как ты Да Приезжают Верят этому Да Что это от Бога Но это может быть Критерий истинности Что именно Это от Бога Может быть Не на этом Только надо основываться Это понятно Это просто Укрепление может быть верным Понимаешь? Я верю У меня есть Истинная вера Я люблю Писание Каждый день Могу по три раза читать И изучать толкование Понимаешь? И для меня Это только укрепление Как бы Такая Милость Божия То есть Божье такое явление То есть И меня утешает Это Я не основываюсь На этом И не говорю Что в этом Все Замироточило Икону Все Это просто Дополнение То есть Это широта Взгляда Православие Это широта У нас не только Библия есть У нас есть Святые соборы У нас есть И старцы У нас есть Святые отцы Жития их У нас каноны Мы православные И чудеса у нас Такие Господь нам являет Понимаешь? А что выше Слово старца Из интернета Выше Слова Божьего Каноны Или соборы Выше Слова Божьего Достаточно Такой ответ А каноны Соборы Если он Не ссылается На них Я могу Ему верить Не ссылается Ни на слово Божье Ни на каноны Ни на соборы Я могу Верить Ему Старца Ну Тут же надо Проверять Вот Проверять Надо еще Ни одного Смотреть Старца Надо смотреть 30-40 Сколько есть информации Надо смотреть Меня Господь дал время Я пересмотрел Всех Почти Всех Грамот Теперь Давайте помолимся Раз никаких вопросов Больше нет Коротко И Каждый Господи Удали от нас Всякую ложь И всякую чистоту И сердец наших Не дай Господи нам Погибнуть В этом мире Бушующем Погибающем Мире Прости нам Наше согрешение Тайное Явное Помоги нам Господи Хранить слова Твои В сердцах В душах наших И быть не только Слушателями Слова Твоего Но и исполнителями Ибо блаженный Слышащий И исполняющий Слово Твое Тебе за все Хвала, слава Честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь 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 Тебе просьба Ты Уже на уровне таком Ты каши свари Рисовые Свори Давно рисовой каши не было На завтрак Ладно Посмотрим Давай Хорошо Бог помощи Бога